У меня в детстве была целая лаборатория дома. Страшно подумать, как в трехкомнатной квартире можно уместить больше ста горшков с растениями. И вот то, чем я занимаюсь, и многие педагоги в нашем центре занимаются, это они приучают детей к бережному отношению к земле, на которой они живут. Я могу сказать, что белорусы, мне так кажется, они немножко разбалованы. Они разбалованы доступом к ресурсам, к воде, к электричеству, к чему-то еще. То есть самые большие риски для себя несет само население из-за непонимания опасности тех технологий, в которых они используют синтетические пестициды разнообразные. Каждый из нас в месяц едает пластика, потребляет внутрь пластика по весу равное количество банковской карточки. В большинстве случаев такие громкие экологи, общественники, такие громкие, они в большей степени ангажированы какими-то политическими силами. Я их сам никогда не воспринимаю всерьез, то же самое говорит у Тунберг. Спекуляций на теме экологии очень много, очень много. И здесь как раз образование и образованность, это немножко разные вещи, да, образование и образованность, они выходят на первый план. Иван, здравствуйте. Прежде всего, расскажите себе, как вас вообще занесло вот в этот мир растений? Мне кажется, что есть люди, которые, ну вот, рождаются уже с каким-то интересом и какой-то профессией. Ну, может быть, это и не так, может быть, просто у них есть способность воспринимать информацию. Может быть, кто-то учил, может быть, там простое какое-то слово, там бабушки, дедушки, или чье-то вообще постороннее повлияло на меня таким образом, что у меня с раннего, действительно очень раннего детства возник интерес, ну, к природе в целом, окружающей природе, а потом он достаточно рано сфокусировался на растениях. Вообще, надо с детьми быть очень аккуратными в плане слов, потому что все, что взрослым кажется таким несущественным и мимолетным, то на детей может оказывать очень большое влияние. То есть кто-то там возле вас что-то сказанул? Ну, я так думаю, я так думаю все-таки, что да. Где-то, может, в телевизоре что-то посмотрел. В моем детстве-то было три программы, и телевидение было такое менее развлекательное, и скорее такое более образовательное, и воспитательное. И было очень много научно-популярных программ, передач каких-то, и, может быть, там где-то что-то меня зацепило. Ну, может быть, и генетика какая-то тоже, может быть, что-то в этом было, потому что у меня дед заканчивал зоотехнический, ну, теперь бы колледж был, да, тогда училище, наверное, какое-то было. То есть у него была какая-то склонность к получению биологических знаний, но война и все остальное, никто из нас не стал, никто в семье не стал биологом, и вообще семьи физиков. У меня все физики. Мама физик, папа физик, сестра физик, вот. Ну, а я получился биолог. И как бы и не лирик, но и не физик тоже, да? Да, и не лирик, но и не физик тоже, да. Митика или астрономия, биология, химия, геология, география. Может, такой интересный. Я удивляюсь современным детям, если честно, тем, которые зависают там в компьютерах, в танках. Потому что мир вокруг все равно гораздо интересней, значительно интересней, чем то, что могут нарисовать даже самые талантливые компьютерщики и то, что можно увидеть в компьютере. И вот это развитие может быть, как прорастают семена, как... У меня в детстве была целая лаборатория дома. Страшно подумать, как в трехкомнатной квартире можно уместить больше ста горшков с растениями, там, комнатными, разнообразными. Были полки, где я... Мне еще никто не учил. Вот еще никакой учебы в этом направлении не было. Была просто общая школьная программа. Но у меня уже на полках, в каких-то блюдечках что-то прорастало, еще не умело, но уже пытался играть в какую-то такую науку и исследование. При всем том, вот это удивительно, но мои родители, они абсолютно, как бы, вот для них это было настолько ежедневное мое занятие, что они не очень фокусировали на этом внимание. Я с детства ходил на танцы, на музыку, на бокс, на легкую атлетику. Куда я только не ходил, в какие кружки я только не попадал. Но меня никто никогда не отводил в кружок, связанный с биологией. Я уже, когда подрос до 12 лет, я уже сам пошел. Как это потом переросло, в общем-то, дело жизни? Я в 12 лет попал на станцию юных натуралистов. То, что сейчас называется Республиканский центр экологии и краеведения в городе Минске. И вот эта удивительная вещь, я до 6 класса, я учился в 6 классе в это время, я очень плохо учился, ужасно учился. Это уже с полета опыта педагогического своего я понимаю, насколько педагогам было со мной трудно. Я был такой трудный ребенок, у которого был какой-то свой узкий интерес и которому, в общем, было абсолютно неинтересно учить какие-то языки, математику и какие-то другие предметы, которые уже были. И я потом пришел в Республиканский центр экологии и краеведения, ну вот теперь он так называется, да, была станция натуралистов, и начал систематизировать все это. Конечно, когда ребенку 12 лет, он это ничего еще не осознает, но я попал в руки других педагогов, то есть вообще других. Вот совершенно это было не то, что было в школе. Это была другая учеба, это была другая педагогика. Для меня это было отдыхом, для меня это было какой-то своеобразной игрой, для меня это было абсолютно импровизацией, потому что мы не находились в жестких рамках, что вот ты там должен делать вот это и вот это. То есть если тебе хочется, ты можешь смотреть в микроскоп, если тебе не хочется смотреть в микроскоп, ты можешь смотреть во что-то другое. Но в целом это было то, что называется дополнительное образование. И после этого, когда мои знания уже начали какую-то приобретать систему, ну педагоги, да, педагоги стали работать, я стал отлично учиться в школе. Это вот поразительно, да, они настолько показали мне ценность образования, ценность разных предметов, что они все связаны. Все здание является абсолютно связанным. И, как я говорю, я пришел 12 лет на станцию юных натуралистов и никогда из нее не уходил больше в своей жизни. Никогда. На маленький кусочек в своей жизни я ушел, пока учился в университете, а потом туда же и вернулся. Я думаю, что это просто очень счастливое сочетание интереса, которому не препятствовали родители, и который получил возможность развития этот интерес уже у профессиональных педагогов. Для ребенка. Что важнее, попробовать написать код для какой-то игры, пусть даже для своей, или понять, как вот этот плод из вот такого вот маленького семечка или из поры даже, может быть, да, как вот из этого вот выросло растение, которое еще можно, ну, вы еще можете попробовать, например. С точки зрения развития личности важно все, абсолютно все. Я, как человек, который учился в классе с удовольствием изучением математики, вычислительной техники, я программировать умею, делаю это периодически, и сейчас для своей работы, там, какие-то задачи, программирую сам, если нет готового решения. Я могу сказать, что одно другому никогда не помешает. Но для, в целом, для такого уже очень важного индивидуального развития и успешности, важно не заниматься тем, что модно, или тем, что там прогнозисты, прогнозируют, что будет востребовано в каком-то там ближайшем будущем. А важно заниматься тем, что тебе нравится. Это могут быть танцы, это может быть пение, это можно хлеб печь, это можно там рисунки рисовать, что угодно. Самое главное, чтобы ребенок получил возможность до того, как он пойдет в ВУЗ, выберет вот уже ВУЗ, чтобы он получил возможность найти себя. Я своим родителям очень благодарен за то, что они в этом возрасте водили меня в таком маленьком, ну или там в тинейджерском, до тинейджерского, водили меня по разным кружкам, я и рисовал, я пел, я что только не делал. Но я получил отрицательный результат, и это тоже очень хорошо, потому что я точно знаю, что это не мое. Не мое. Не мое. Вычеркиваем. Вычеркиваем. И у нас такие дети есть. Приходят, мучаются, не мое, но и хорошо, здорово. То есть он уже точно не пойдет случайно в профессию. Бывает, что ребята, особенно в старших классах, романтизируют профессию. Ну, биолог, что-то такое, действительно романтично и так далее. Он начинает знакомиться с работой биолога, с работой в ВУЗах, чем наши ВУЗы занимаются, чем у нас экскурсии в Академию наук, чем академическая наука занимается. И понимает, что нет, возможно, ему лучше в химию пойти, или лучше в физику пойти, или в технологический университет, на фармацею какую-нибудь пойти, или еще куда-то. Это очень здорово. То есть самое главное, это чтобы ребенок в 11 классе не находился на распутье, куда же мне подавать документы, в какой ВУЗ, там, где поменьше баллов, и где точно возьмут, или куда. Я не знаю, что мне хочется. Поэтому возможности доп. образования, не только биолого-экологического или кровеческого профиля, но и художественного, и технического, и так далее, они сейчас достаточно велики. Просто важно, чтобы родители брали за руку ребенка и вели. Танцевать не понравилось? Не надо. Спорт не понравилось? Не годится. В биологию привели? Отлично. Живой уголок? Не мое. Оранжерея? Класс. Все. Он здесь остается. Он уже здесь углубляет свои знания, и он понимает, хочет он этим заниматься дальше или нет. Вот на сегодняшний день на биологический факультет абитуриенты должны подавать документы уже примерно заранее, да не примерно, а заранее зная, какую специальность они хотят выбрать. Хочет он стать экологом, хочет он стать микробиологом, хочет он еще там каким-то биологом стать. Как в 11 классе, ну, в общем-то, еще ребенок может понять, чего он именно хочет в этой биологии. Ну, здорово, если он вообще понял, что он хочет стать биологом. Вообще что-нибудь хочет. Да. Уже хорошо. Хочу ли я стать в 11 классе экологом наверняка или микробиологом, ведь в школьной программе он не может это попробовать руками, там, посеять микроорганизмы, поработать с ними, там, как-то глубоко изучить. Доп-образование, дополнительное образование дает такие возможности им познакомиться. Если ваш ребенок хочет стать биологом, немедленно введите его там, в республиканский центр, в областные, районные учреждения дополнительного образования и пусть он там попробует. Потому что очень печально, когда человек случайно оказывается в профессии, а уже же выучился, уже переучиваться, когда уже надо работать, надо зарабатывать, надо уже какую-то пользу приносить, а ты окажется, что там на третьем курсе бюджет тебе позволил учиться, а потом тебе, ах, оказалось, что тебе это не нравится. И куда? Бюджетные деньги ушли в никуда, потому что, оказывается, ты таким специалистом стать не хочешь, а ты хочешь там в банке работать или еще чем-то заниматься. Вот это раннее профилирование сейчас, оно дает большие возможности для того, чтобы не ошибиться молодежи в выборе будущей профессии в том числе. Ваш центр только вот эти задачи решает по помощи, что называется, профориентации? Куда пойти учиться дальше? Нет, конечно. Она такая одна из множества. На самом деле, одна из важных таких и образовательных, и воспитательных задач это отношение к природе, отношение к миру, отношение к людям. Это все экология. И в конечном счете отношение к земле. Вот что такое для меня премия, премия за духовное возрождение? Для меня, как для биолога, в первую очередь, это то, что духовное возрождение в том числе включает в себя заботу о земле, комплексную, всевозможную, всенаправленную заботу о земле, на которой ты живешь. Не может быть духовного возрождения, не может быть духовного роста без заботы об окружающем мире, о ресурсах, которые есть на этой земле, всевозможных ресурсах, разнообразных. И вот то, чем я занимаюсь, и многие педагоги в нашем центре занимаются, это они приучают детей к бережному отношению к земле, на которой они живут, в разных направлениях. Кто-то животным миром, кто-то растительным миром занимается. Я занимаюсь исследовательской работой, то есть какая-то работа исследовательская, инновационная, развитие этих способностей у детей на благо, в конечном счете. Наука в конечном счете на благо, общество работает. И вот это очень важный аспект, который дети осваивают у нас в центре. Это и мусор, это и ресурсы, выключить свет, выключить воду. Самые простые вещи, но когда они приходят в массовое сознание, они дают очень хорошие эффекты, очень хорошие результаты, очень комплексные. Не просто воды меньше потратили, а это же ресурсы, это деньги, это перенаправили эти ресурсы не в пустоту, что там почистили воду, а здесь ее назад в реку вернули. Куда деньги ушли? В никуда. А эти деньги стали работать на что-то такое, ну, позитивное, благоприятное, а не на то, чтобы образовался мусор какой-то из этого, или они были зря потрачены. Конечно, привить обществу какой-то стиль жизни бережливый, это не так просто, это требует достаточно много времени. Ну, а вот по вашим наблюдениям, по вашим оценкам, по вашим ощущениям, если хотите, белорусы, они как относятся к своей земле? Ну, я понимаю, что это такой вопрос очень размытый, да? Ну, любой скажет, да, я люблю свою землю. Да, я тоже, и вы, и все здесь. Но вот это люблю, оно в чем? Я могу сказать так, что попутешествовав по миру достаточно много, побывав в разных странах, и в Европе, и в Южной Америке, и в Африке, и в Индии, ну, в разных странах побывав, я могу сказать, что белорусы, мне так кажется, они немножко разбалованы. Разбалованы доступом к ресурсам, к воде, к электричеству, к чему-то еще. В большинстве стран те ресурсы, которые нам достаются легко, они стоят гораздо дороже. И деньги, бюджет семейный заставляют людей очень сильно экономить. А если у нас люди не экономят, это просто означает, что эти ресурсы им дешево достаются, гораздо дешевле, чем в других странах, там, где, например, ну, тоже в Германии, там, или даже в Польше, где люди этот кран, о, там, 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 с очень давних времен, там, все в маленьком тазике моется, и кран постепенно, постоянно закрывается, и пробочка в раковине есть обязательно, потому что водички чуть-чуть набрал, руки помыл, чуть-чуть ополоснул, и все это, вода так просто не льется. и то, что на протяжении, это не то, что там на протяжении каких-то небольших лет, это на протяжении огромного периода истории, вот эти ресурсы населению доставались очень дешево, и доступ к ним был очень большой, и поэтому вот все вот это инерционный, этот шлейф легкого отношения к ресурсам, что это почти даром, все, он, он вьется до сих пор, поэтому здесь, конечно, с детьми надо начинать работать всегда, потому что изменить привычки взрослого человека очень сложно, можно штрафами, дороговизной, ограничениями, но у нас все-таки какой-то немножко другой подход в государстве, тоже есть административное регулирование, там мусорить нельзя, там еще что-то такое, там к ресурсам надо бережно относиться, но все же это не так жестко, как это делается в других странах, у нас все-таки через экологическое образование, через экологическое воспитание школьников, то есть для того, чтобы молодежи привить вот этот экологический образ жизни, дружественной природе образ жизни, чтобы они сами до этого дошли, не потому что им дорого платить, а просто для того, чтобы они головой сами дошли до того, что это надо экономить обязательно. Ну я соглашусь с вами на то, что действительно ресурсы более доступны, потому как, ну если бы это действительно было дорого, то тут хочешь не хочешь, мы бы точно так же быстренько закрываем, воду в кране, точно так же пробочки эти все у нас были, все это бы было, просто у нас это, мы это относимся как к данности некой, но оно есть. да, оно есть, и там жировку люди смотрят, ну вроде бы дорого, вроде бы цена большая, но а, вы сравните, и б, если вы же можете, если у вас там же есть в этой жировке ресурс, выключайте свет, меньше тратьте, кран закрывайте, да, там отопление где-то, где есть возможность, подкрутите, не форточкой кондиционируйте воздух, потому что зимой жарко, а подкрутили, уже гигаговори меньше, уже здесь, в этой жировке будет меньшая сумма, поэтому у нас еще есть ресурс, как сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, в общем, еще мало кто начал экономить, на самом деле, но это, опять же, из-за доступа к ним, на самом деле. По-моему, так вообще особо никто не экономит, как мне кажется. Да, очень часто можно слышать фразу, вот, отначающуюся к нам, к белорусам, что мы, в общем-то, не очень понимаем, насколько мы, на самом деле, богаты, обладая всеми этими ресурсами, и они у нас недорогие. Конечно, это вопросы, ну, такие, достаточно сложные, экономические, как экономика работает, как, какие его, почему у населения есть такая возможность, каким образом государство дает такую возможность пользоваться этими ресурсами так дешево и в таком большом количестве, без, без какого-то ежедневного стресса относительно того, что краник надо закрыть, а посуду в тазике помыть, там, и так далее. И там, воду, которая, которые руки помыл, ее надо не слить в канализацию, а надо собрать и в бачок, в унитаз вылить, чтобы вот этими серыми стоками уже смыть черные стоки, то, что называется в коммунальном хозяйстве. У нас вообще этого нету, а это же с границей везде повсеместно. Ни у кого вот эта вода, которой руки помыли, масса исследований и масса уже конструкторских каких-то разработок, внедренных в реальную практику, когда эта вода идет на помывку машины, на полив огорода, на смыв туалета и так далее. Потому что это деньги, можно купить такое оборудование, потому что будет дешевле, чем платить, 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 платить за предоставленные коммунальные услуги. Это одна из проблем. Другая проблема, ну вот если говорить об отношении белорусов к земле, это то, что у нас, конечно, очень развито сельское хозяйство. Это проблема? Да, это всегда сельское хозяйство это всегда проблема для окружающей среды. Потому что это пестициды, это синтетические удобрения, это тот негативный, то негативное влияние на окружающую среду, которая оказывает хозяйственную деятельность человека. Ну, конечно, это можно смотреть широко, очень любая хозяйственная деятельность человека, абсолютно любая оказывает негативное влияние на окружающую среду. Но мне больше нравится такой более здравомыслящий взгляд, когда человек не отделяется от окружающей среды, когда он часть окружающей среды. Но когда сельское хозяйство действительно очень сильно развито и требуется получение больших урожаев, Это одна из отраслей, которая делает значительный вклад в экономику. Приходится сейчас химизировать сельское хозяйство, много пестицидов вносить, много удобрений использовать для того, чтобы получать требуемую урожайность, продуктивность животноводства и обеспечивать продовольственную экономическую безопасность страны. И вот здесь то, чему мы учим детей, это природа, ресурсы, сберегающие технологии, в том числе в сельском хозяйстве. Каким образом можно заменить синтетические пестициды, вот эту пресловутую химию, да, мне слово химия не нравится, но оно такое, вошедшее в оборот, в быту. Каким образом не пользоваться и каким образом можно, какими технологиями можно пользоваться для того, чтобы повыше их называть? Я так понимаю, тоже достаточно в таком популярном понятии, как органическое земледелие. Ну, органическое земледелие это немножко другое, потому что у нас закон принят о производстве органической продукции, а вот природосберегающие технологии, мне даже больше нравится, ну, в том же термин, который используется в законодательстве, это зеленая экономика и в том числе зеленое сельское хозяйство. Вот не обязательно делать его органическим, не обязательно там абсолютно не использовать удобрения, абсолютно не использовать синтетические пестициды, ну, и раз надо, потому что по-другому невозможно. Но в тех случаях, когда можно без них обойтись или заменить на какие-то биологические способы, то лучше это заменить и использовать биологические методы, там, борьбы с болезнями, вредителями, удобрять, стимулировать рост, увеличивать урожай. Я спрошу, вот, кстати, думаю, будет многим интересно узнать, как можно это сделать. Вот распространенная вещь, колорадский жук. Да. Ну, у каждого, у кого есть, а у нас почти у каждого есть, где-то вот, где-нибудь картошка дорастет, будь то на даче, будь то там у бабушки, дедушки, но где-то у кого-то все равно есть. И раз есть картошка, значит, есть колорадский жук. Два средства. Собирать ручками. Да. Второе, обрызгать чем-нибудь, чтобы... Обрызнуть чем-то. Да. Ну, вот, других я вот не видел, чтобы что-то там использовали. Может быть, есть что-то, может быть, есть антижук какой-нибудь, я не знаю, там, другой жук, который придет и прогонит колорадского жука, но при этом безвреден для картошки. Ну, может, для другого будет что-то вредное, но для картошки, как минимум, безвреден. Еще в Советском Союзе было изобретено биологическое оружие против колорадского жука на основе бактерий, которые живут в кишечнике, такая холера, да, своеобразная, которые поселяются именно в колорадском жуке, вызывают там воспаление, разрыв этих кишок у жука, и он в результате погибает. Ну, так немножко зверски звучит, но на самом деле так все оно и есть. Средство называется битоксибацелин, оно еще действительно с советских времен изобрелось и на территории бывшего Советского Союза повсеместно и производилось, и применялось, но в небольших количествах. То есть вот это направление на химизацию сельского хозяйства, оно, в общем-то, где-то отодвинуло биологические методы борьбы с колорадским жуком в том числе на второй план. А сейчас, мне кажется, вот эта биологизация сельского хозяйства… Так как еще раз называется эта штука? Битоксибацелин. Битоксибацелин. Да, битоксибацелин. Оно доступно, оно продается в каждом магазине абсолютно, вот в садовом центре, в хозяйственных магазинах, ну, повсеместно оно есть и доступно. И у нас есть несколько научных центров в республике, которые занимаются разработками таких средств, и которые разработали уже гораздо более совершенные препараты, которые предназначены для борьбы с вредителями не только колорадским жуком, но с гусеницами, с вредителями леса и многими-многими другими именно на основе различных микроорганизмов. То есть это не химия? Не химия, совсем не химия. И они действительно очень эффективны, и они действительно могут очень широко применяться. И то, что их не применяют, это тоже, мне кажется, какая-то инерционная такая вещь. То есть это недостаток знаний просто, да? Да, это просто недостаток знаний, потому что препараты включены в реестры, они разрешены на территории республики, они испытаны, они там входят во все отраслевые регламенты, которые есть для выращивания сельскохозяйственных растений, которые определяют, по какой технологии надо это делать. Ну, просто люди не проинформированы, и где-то субъекты хозяйственные недостаточно проинформированы о таких возможностях, что это у нас, Беларуси, на отходах какой-нибудь свекловичной отрасли, производство сахара производится, вот эти микробные препараты, их можно применять. И это очень хорошие вещи для того, чтобы делать такую интегрированную защиту. То есть если этого колорадского жука, оно очень много, но тогда можно где-то синтетическими препаратами. А там, если это просто сдерживание, профилактика, или там численность этих жуков не так велика, ученые же работают, то есть они выдают рекомендации. Ну и не только же колорадские, вы сказали, да? Да, не только колорадские. Там разные-разные вредители. А так не получается, что, допустим, это средство? Назовем это так. Тут оно, конечно, помогает в борьбе с колорадским жуком, а здесь, наоборот, дает развиваться другому кому-нибудь вредителю, который ест не картошку, а капусту, к примеру. К счастью, нет. И, к счастью, эти препараты очень часто являются дружественными для полезных насекомых. То есть они воздействуют на тех, кто куснул этот лист и не действуют, например, на божьих коровок, которые лист не кусают и, как следствие, даже если на них попадает этот препарат, они не погибают, они тлей поедают. И вот клорадский жук умер, божьи коровки не умерли, поели тлей, и, возможно, от тлей не надо обрабатывать этот картофель. Или там позволяют жужелицам каким-нибудь оставаться в живых. Потому что когда синтетическими препаратами обрабатывают, там убивают все, и полезных, и вредных насекомых. Да, это же самое. А здесь возможность тех же насекомых-помощников, хищников, сохраниться и помогать сельскому хозяйству, эти шансы у них очень-очень велики. Ну, то есть, смотрите, тот фактор, что, как вы говорите, развито сельское хозяйство, его влияние на природу очень можно сильно нивелировать тем, используя вот эти вот нехимические средства. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но, я так понимаю, тема идет с большим скрипом. Тяжело, потому что у сельского хозяйства, как у отрасли, тоже имеется очень большая инерционность. То есть, вот так привыкли, вот так точно помогает, это же риски, да. А вдруг не подействуют, а вдруг мы там без картошки останемся, или вдруг мы без зерновых останемся. И здесь тоже надо образовывать, тоже, ну, специалистов тоже надо учить, соответственно. И там где-то кусочек надо попробовать и так далее. Но я даже не хочу сейчас говорить о большом сельском хозяйстве. У нас, кроме большого сельского хозяйства, а огромное количество сельскохозяйственной продукции выращивает само население. И когда я в магазине вижу, когда я спрашиваю, чем обработать томаты, например, от фитофторы, и продавец в магазине выдает там химию какого-то дикого класса опасности, которые написано, что в связи с рисками онкогенности, там, значит, канцерогенности вызывает раковые заболевания, там, нельзя использовать и там только использовать, вот только в тех регламентах, которые написаны. И я прекрасно понимаю, что человек пойдет, разведет, побрызгает в три раза крепче, потому что на всякий случай, потому что, чтобы помогло, на завтра этот помидорик снимет, порежет, и детям даст, и скажет, это же мое, свое, собственное, со своего огорода выращенное. Я, конечно, мягко говоря, в ужасе, когда смотрю на людей, которые пользуются вот этими синтетическими пестицидами. В то время как рядышком на полке стоят биологические препараты, разные, совершенно в разном направлении их можно использовать. И они, ну, просто их не знают, консультант не подсказывает, там, тоже они по инерции. Или вот соседке это помогло, я тоже пришел, это взял. И здесь, конечно, надо образовывать население, а население надо образовывать, начиная со школьной скамьи. И здесь, опять же, ресурсы дополнительного образования весьма и весьма велики, когда мы прививаем детям. А дети же, они же не только родители учат детей, но и дети учат родителей. А вот нам там сказали, что вот лучше вот это использовать. И уже дети приходят и говорят, а напишите мне там моей маме или там бабушке на бумажке, что она там должна купить или там, чем она должна побрызгать, чтобы это было полезно для нас и не вредно для природы. И вот уже, я уже вижу, что, о, уже от детей пошло к родителям, уже дети взрослых учат, и это уже очень хорошо. Это очень благородная работа, конечно, но хотя все равно, мне кажется, здесь нужно как-то более организованно все, чтобы это происходило. Я понимаю, что внучек, если бабушке скажет, бабуля, я твой помидор есть не буду, если ты вот побрызгаешь этой гадостью, на нее это подействует. Она побрызгает чем-нибудь другим. Ну, или вообще не побрызгает, даст Бог. Да, то есть, ну, ей же главное не помидор вырастить, а внучка накормить. Ну, нормальная, правильная психология бабушки. Ей кажется, что все у нее прекрасно. Да, но это раз, это какие-то разовые случаи, а вот как бы это, чтобы вот эти знания шли более систематизировано. Это другое направление работы. Ученые и педагоги и специалисты должны обращаться к массам, к людям. И сейчас самый простой способ обратиться к людям, это, пожалуй, интернет. Интернет, социальные сети, когда квалифицированный специалист может донести простым языком для, до населения, возможности, которые предоставляет современная наука и производство для внедрения, реализации этих сберегающих, природосберегающих технологий хотя бы на своем дачном участке. Потому что кажется, что там, ну, что там те огороды, а на самом деле 70% плодовощной продукции выращивается населением, которое не для собственного потребления используют. Так это же колоссальное воздействие на кружевую жизнь. И еще вторая опасность, если, например, в крупных предприятиях, где там тип личных или каких угодно, где-то все выращивается, есть хоть какой-то контроль. Да, да. Такая концентрация должна быть, какие-то нормы и так далее. То бабушка, которая на ведро сыпет черт знает сколько, на всякий случай в три раза крепче. Да, да, да. Она же не подконтрольна никому. Есть контрольно-токсикологические лаборатории, которые обязаны проверять по запросу субъектов хозяйственного продукцию, настаточные дозы пестицидов и так далее. До того, как это придет населению, там какая-то фермерская продукция из крупных хозяйств, из-за границы, то, что привозится, оно проходит контроль токсикологический. А то, что выращено на своем собственном участке, оно вот как раз такой контроль не проходит. Здесь как раз население является зачастую отравителем самого себя. То есть самые большие риски для себя несет само население из-за непонимания опасности тех технологий, в которых они используют синтетические пестициды разнообразные. А у нас, опять же, доступ к этим синтетическим пестицидам, это не сравнить с тем, как это, например, в той же Германии, в каких-то западных странах или где-то еще. У нас население имеет доступ к весьма и весьма таким, ну, достаточно токсичным препаратам, которые там в Европе, скажем, повсеместно запрещены. Там пестициды, не сиктициды, не никотиноидные группы, от которых пчелы погибают. Вот в Европе их уже нельзя нигде использовать. У нас население может их использовать абсолютно бесконтрольно, как только захочет. То есть здесь, опять же, надо просто учить обращаться к доброй воле людей. А как учить изъятие с продажи, изобрететь к использованию? Ну, это, да. Иначе будешь просто учить много-много лет, мне кажется. Вы знаете, у нас вот лояльность, да, лояльность к населению. Я эту лояльность, опять же, побывав где-то за границей, я эту лояльность вижу очень много где. У нас свободы просто огромное количество. Слушайте, в Швеции встал чуть-чуть, на пол колеса заехал на разделительную, вот эту в гипермаркете, там, где полосы обозначены, на автостоянке, чуть-чуть колесом заехал, 250 штрафа, там, если в евро переводить. Слушайте, сумасшедшие деньги. Почему ты сперва должен заплатить, обязательно заплатить, а потом можешь долго доказывать, что ты там не очень виноват, или там была какая-то сила обстоятельств, ходить, оббивать пороги и так далее. У нас свободы в этом плане гораздо больше. У нас ответственность как бы на совести, да, лежит население во многих случаях, будь то там дороги, да, будь то там парковки какие-то, или будь то использование тех же пестицидов. То есть подразумевается, что у человека есть абсолютная свобода воли в том, как он это будет применять, каким образом он будет это потреблять в пищу потом, будет он соблюдать эти регламенты, не будет соблюдать регламенты. А там, вы что, там попробуй ты прысни чем-то, чем нельзя прыснуть, там ты потом не расплатишься всю жизнь. А у них свободы нет в этом, они занормированы и обложены штрафами. Свободные страны, о чем вы говорите. На самом деле это так. Поэтому мы можем обращаться к населению только через образование. Через образование. К взрослым людям через образование. Но я стараюсь, ну вот если говорить обо мне лично, я очень стараюсь. Но все-таки дети это то население, которое поддается образованию гораздо легче, чем уже более взрослые люди, которые привыкли делать так, как они делали всю жизнь. Их с этой колеи бывает сместить, бывает очень сложно. Помните, не так давно, очень много говорили о том, что надо избавляться от пластиков и посуды. Проблема здесь не столько в пластике, то есть не сама бутылка является проблемой, а проблемой является, куда она попадает после того, как она была использована. А она куда попадает? Если она положена в контейнер, который для нее предназначен, то с вероятностью 99,9 в периоде она будет переработана. Если же ее просто выбрасывают на улицу, в лесу, знаете, другой раз экспедиции какие-то с детьми делаешь, на природу выезжаешь, и уже эти бутылки мхом постепенно зарастают в лесу. То есть это же люди ее туда положили, эту бутылку. А она же там сколько лет может лежать? Да, она там тысячу лет будет лежать, да, под этим мхом. И это уже проблема бывает так, что не столько природы, потому что она мхом зарастет, и ее не видно будет. Природа, она ее ассимилирует каким-то образом, но это проблема для человека, в первую очередь для человека, для самого здоровья человека. Этот пластик будет деградировать, этот пластик будет разрушаться, этот пластик будет попадать к нам в организм, и какие эффекты будут от этого, это на сегодняшний день никто наверняка сказать не может, но вот по статистике каждый из нас в месяц съедает пластика, потребляет внутрь пластика, по весу равное количество банковской карточки. Мы каждый в месяц съедаем банковскую карточку пластика. Что-то проходит мимо, так сказать, организма, да, вошло и вышло, а что-то и в кровь попадает. Вот тоже, опять же, по исследованиям на сегодняшний день практически у всех людей, которые живут в цивилизованном мире, где общество потребления и пластик доступен, то у нас уже у всех в крови эти частички микропластика циркулируют. У детей с рождения, потому что в пуповинной крови этот микропластик обнаруживается, у взрослых людей поменьше, потому что мы живем дольше и застали время, когда этого пластика не было. Какие будут эффекты от того, что этот микропластик у нас в организме и в крови, пока еще никто не знает. Но время покажет, что... Но риски, они оцениваются. И ученые говорят о том, что есть риски разнообразных заболеваний, которые могут потенцироваться, то есть вызываться этими частичками микропластика. Отсюда и инициативы, в том числе на государственном уровне, что поменьше, поменьше, поменьше этого пластика. Если вы пластиковую бутылку купили, сдайте ее, положите в контейнер. Не просто потому, чтобы она не попала в окружающую среду. Это самое главное, чтобы ее там ветром не унесло, чтобы она в лес не попала, чтобы она по обочинам дорог не болталась и так далее. Оградите сами себя от того, что вам попадет в организм этот микропластик. Он попадет в воду, рыба съест корм какой-то, червяка какого-то, который содержит микропластик. Вы потом съедите, пожарите рыбу в мышечной ткани, которая есть в микропластик. И это когда уже входит сейчас в эти пищевые цепочки, этот микропластик, это уже будет не остановить вообще никогда. Если потом, через энное количество лет, окажется, что это вызывает онкологические заболевания, вызывает болезнь Альцгеймера, потенцирует возникновение, какие-то деменции, какие-то заболевания, обмена веществ, прочее и так далее. А что уже делать? Слушайте, он уже везде окажется. И в птице, и в рыбе, и в коровах, и везде, и повсюду. Но то уже сейчас превентивно государство принимает меры для того, чтобы предупредить такую вот массовую проблему в будущем. Образование, соответственно, обращается к детям для того, чтобы они учились рационально использовать эти самые ресурсы. Но здесь, опять же, есть свобода населения. Пока что никто не наказывает, никто не бьет рублем человека за то, что он не в тот контейнер положил этот пластик, не так посортировал мусор, если контейнеры установлены, если он в контейнер для бумаги бросил что-то не то, не бумагу. Наказания нет. И пока что ожидается, что население постепенно, не быстро, но постепенно приучится к тому, что мусор будет сортироваться. А когда уже процент сортировки мусора достигнет какой-то величины, вот тогда поедут машины, которые будут все это раздельно собирать. Пока же у нас идет учеба, учеба населения, приучение населения к сортировке мусора. Ох, Иван, не знаю. Мне кажется, тут надо процесс этот учебы как-то ускорять. Почему? Потому что я не берусь судить за всех и за всю страну. Я могу судить по своему двору, где стоят тоже контейнеры для пластика, стекла, бумаги и ТКО, так это называется. Так вот, во всех контейнерах, я смотрю, примерно все одинаковое содержимое. К сожалению. Да. Именно поэтому население жалуется иной раз, что приезжает машина, все вместе сгребла, в том числе и пластиковые отходы, отсортированные другими сознательными людьми, там все вместе перемешали. Но это на сегодняшний день, пока население не научится в большинстве сортировать этот мусор, так и будет происходить. Ну, научиться, мне кажется, я не знаю, как. Вот это такое образование на доверие, мне кажется, не сработает. То есть, сработает, то лет через сто. Ну, считается вообще, что если детей учить, да, ну, понятно, никто не рассчитывает, что там масса пенсионеров, которые привыкли делать именно так, что они там на завтра все переродятся и начнут делать иначе. То есть, на это никто не рассчитывает. Я вам расскажу, опять же, примеры собственной жизни. Были в гостях, давненько достаточно в Италии. Там, как относится к этой проблеме? Хозяйка, вот она замучила нас, реально. Потому что, говорит, ребят, только осторожно. Смотрите, у нас четыре ведра. Вот это для стекла, вот это для пластика, вот это исключительно для пищевых отходов, вот там, остатки еды, грубо говоря, да? Вот это для бумаги. Пожалуйста, только ничего не перепутайте. Вот ее же трясло. Я никак не мог понять, а что к чему? Почему? Почему он так переживает? И когда я все-таки спросил, говорю, а почему вы так вот, вы ни за что так не переживали? Может, мы вам шкоды какой-то наделали, а вам это было все равно. А вот за этот, говорит, ты, говорит, не представляешь, какие штрафы? Да. Это, говорит, я один раз штраф заплачу, все. Я фактически разорена. Поэтому у нас все соблюдают это. Я наблюдал такую картину однажды, когда хозяева отеля... Не дай бог, меня вот, если случайно, никто разбираться не будет, случайно ты, не случайно, не сделал все. Когда туристы, ну, так сказать, не совсем приученные вот к этой сортировке, бросали этот мусор лишь бы как, и сотрудники отеля выбрасывали весь этот мусор на землю, сортировали сами, и только после этого отправляли это в контейнер, потому что у них это категорически. Но они решили штрафами, я так понимаю. Да, они решили ограничением свободы. Я уверен, что там тоже есть какие-то образовательные программы, которые людям доносят, все и объясняют. Но, видимо, в какой-то момент поняли, что без серьезного кнута здесь просто так быстро, быстро, в всяком случае, это дело не сдвинешь. Не решить. Да, то есть есть разные модели, есть разные взгляды на эту проблему. И, конечно, людям не нравится, когда ограничивают их свободу. Но иногда такое разумное ограничение свободы твоих действий. Хочу и выбрасываю. Хочу сюда кину, хочу туда кину, хочу на землю кину, хочу еще что-то брошу. Ну, вот это как раз тот самый случай, когда, вероятно, ограничить свободу человека и нужно. Я говорю, она ограничена. Есть статьи, которые там штрафуют, но на самом деле, не думаю, что у нас в стране так много случаев, когда действительно человека штрафовали за то, что он там бумажку бросил, или окурок бросил, или еще, хотя за это есть ответственность, на самом деле. Лояльность, потому что невероятная лояльность, свобода, очень много свободы. Свобода даже больше, чем она дается законом, когда прописано законом. Ну, говорю, людям не нравится, когда ограничивают их свободность. Будем меняться. Будем меняться в лучшую сторону, в том числе и благодаря вашим усилиям. Через детей будем меняться, сами будем меняться. Будем пытаться стать лучше. А как вы относитесь к таким деятелям, я бы сказал, от экологического движения или псевдоэкологического движения, ну, как Грета Тумберг, например? Экология, такая своеобразная деятельность. Я когда-то, когда еще школьником был, участвовал в проекте Greenpeace. Только вот это все начиналось. Про Greenpeace тоже интересно ваше мнение узнать, потому как, мне кажется, это очень политизированная структура. Могу сказать так, что в большинстве случаев такие громкие экологи, общественники такие громкие, они в большей степени ангажированы какими-то политическими силами. Вот работа эколога, настоящего эколога, она такая спокойная. Это работа, которая требует тишины и системного какого-то подхода. То есть исследовали, посмотрели, выбрасывают, не выбрасывают, дали какие-то предложения в законодательные органы, рассмотреть возможность какого-то регулирования нормативного той или иной хозяйственной деятельности человека. Это образование, когда дети пришли, их спокойно учат, обучают. То есть это процесс? Это системный процесс. А выскочить на площадь с плакатом, а, там, давайте спасем какой-то кусочек леса, тут сейчас голые ляжем под эти деревья, пилите нас, не пилите деревья, это к экологии, в общем-то, никакого отношения на самом деле не имеет. Это просто своеобразная деятельность, направленная на, может быть, возбуждение какого-то нездорового интереса в массах, то есть какого-то будоражения. Ну что Грета Тумберг? Ну она пришла к людям, которые достаточно квалифицированы в той области, в которой она совершенно не квалифицирована, потому что можно быть романтиком молодым, тинейджером, и хотеть там защитить какую-то рыбку, птичку, там, не вырубайте здесь лес, но, слушайте, есть экономика, есть хозяйственная деятельность, есть какие-то планы, там, завод надо строить, ну да, может быть, не нравится, что из-за этого надо какое-то количество деревьев вырубить, но, слушайте, людям надо дать работу, людям надо дать зарплату, людям надо дать нормально жить, и государство устроено гораздо сложнее, чем большинству из нас кажется, да, и те решения, которые принимаются какими-то, ну там, государственными органами по воздействию на окружающую среду, они продиктованы вещами, которые нам иногда даже не по уму, да, мы их даже просто не знаем, а выскакивают какие-то силы, которые пытаются это очернить, которые пытаются навесить какие-то ярлыки уничтожителей природы, и каких-то глобалистов, например, которым все равно на окружающую среду, и на людей, и, о, тут уже начнет цепляться, и пошла цепочка каких-то связанных там лозунгов и каких-то спекуляций. Я бы призывал, ну, на это можно смотреть, так сказать, ну, с иронией какой-то и с любопытством, но я бы, я их сам никогда не воспринимаю всерьез, то же самое, говорит, у Тунберг. Это, ну, это может быть пиар, это может быть какая-то очень сильная пиар-компания, которая действительно может влиять на общественность, на общественное мнение, на умы людей, но все-таки я призываю быть более трезвомыслящими людьми и понимать, что тот, кто очень громко кричит, да, там, с лозунгом мажет, он не, это не работа, да, это не системный подход, это не в ту колею человек встал, да, он не к тем силам обращается, и ему зачастую не совсем нужно то, что он декларирует, да, он декларирует, что спасите деревья там, не губите дельфинов там или каких-нибудь китов, да, не убивайте, а нужно-то там на самом деле совсем другое, просто это способ обратить на себя внимание общественности и, ну, такой маркетинг современный, там, что очень серьезные технологии зачастую используются, и на религистическое программе, это целая технология огромная, которая, как сказать, в плен берет умы людей, поэтому к этому всему надо относиться с некоторой точкой скептицизма и стараться держать дистанцию от этого всего. Ну, не надо быть жертвой этих технологий, ну, постараться не больше этого. Ну, это, в принципе, всегда полезно. Вопрос в том, что насколько вот такие эпатажные действия приносят пользу, реальную пользу тому же загрязненному океану, загрязненным рекам, коих множество. Я таких примеров не знаю. То есть какие-то задачи маркетинговые, вот пластиковые пакеты перестать покупать, убить там, условно говоря, завод, который производит пластиковые пакеты, но зато будут покупать бумажные пакеты, и тот хозяин завода, который производит бумажные пакеты, он получит деньги, преимущество и все остальное, хотя при этом огромное количество леса вырубится, и ущерб природе может быть нанесен целлюлозной бумажной промышленностью гораздо больше, чем пакетами пластиковыми, которые могут быть собраны, переработаны и пущены там во вторичное использование. А люди спекулируют, технологи спекулируют на очевидных вещах. Нам жалко животных, они в этих пакетах запутываются, покупайте только бумажные пакеты. О, акция, одна, вторая, третья, показали там что-то, кто-то покричал громко, кто-то с плакатом побегал, не покупайте пакеты такие, а покупайте такие. О, все, люди уже зазомбировались, пошли покупать бумажные пакеты. А на самом-то деле разберись, и окажется, что... Чтобы произвести этот пакет, животных пострадает гораздо больше. Углеродный след от производства бумажного пакета гораздо больше, и ущерб, который наносится природе при производстве бумажного пакета, гораздо больше, чем пластикового. И это, так сказать, ну, правда жизни нашей. А вот обратиться к умам людей, которые, в общем-то, не являются специалистами, экологами, технологами, не очень понимают эти вещи, очень просто. Вот там пакетики валяются, по рекам плывут, там где-то животные в них запутываются, не покупайте пакеты. Все. Производство пластиковых пакетов, грубо говоря, умерло, а этих выросло. И вот вам рынок, вот вам борьба. На самом деле очень много примеров того, как именно вопросы экологии, и, ну, понятное дело, вопрос, чистый ли воздух, которым я дышу, да, там, чистая ли вода, которую я пью, ну, это повседневность, это волнует каждого, у каждого есть, во-первых, мы сами, есть дети, которые тоже дышат, и мы все хотим, чтобы это все было чисто. Но очень много примеров, когда просто используется, ну, не побоюсь того слова, мошенническим образом. Ну, не знаю, известный пример, как вот эти пресловутые озоновые дыры. Ну, да, они есть, но они были всегда. Но когда Маргарет Тэтчер, пресловутый, нужно было победить во внутриполитической борьбе собственных шахтеров, с которыми была жесточайшая борьба, безумные деньги вложили, проплатили ученым, которые начали исследовать эти озоновые дыры и пугать всю планету тем, что вот смотрите, от этих всех выбросов эти дыры, собственно, расширяются, и все. И шахтеры оказались просто во всем виноватыми. Вот, ну, это как один из. Вы знаете... Или когда миру стали объяснять, что электротранспорт это супер, да, но это классно, вот электротеретическая машина ничего не... Выхлопа у нее нет, да. А теперь, а если задаться вопросом, какой вред наносится экологии, чтобы произвести эту батарею, на которой она ездит, все. Выхлопа здесь нет, но там-то он есть. Просто где-то в другом месте есть, но у тебя под носом нет. Под носом у тебя ничего не дымит. А, ну там оно пыхтит теперь. А там пыхтит так, что этот вред еще может нам сюда ухнуться. Да так, что мы еще сами не знаем как. Спекуляций на теме экологии очень много. Очень много. И здесь как раз образование и образованность, это немножко разные вещи, да, образование и образованность, они выходят на первый план. Человек должен уметь себя защитить от фейковой информации, от недостоверной информации, от манипуляции сознанием. И это тоже одно из направлений, которое решает образование. Через образование, через понимание процессов можно обратиться к молодым людям, но к более взрослым, если они способны к обучению, для того, чтобы они не попадали вот в такие вот своеобразные ловушки. Биология в этом смысле — это наука о жизни. Это наука о нашей каждодневной, каждосекундной жизни. И, конечно, каждый кулик свое болото хвалит, да, астроном за свое будет, физик за свое, химик за свое, ну, а я биолог, да, я свое хвалю. Это наука, которая нужна везде — на кухне, на прогулке, в магазине, где угодно, потому что это наука о нашей жизни. И хорошее изучение, глубокое изучение биологии, а уж тем более дополнительное образование, биологическое с экологическим уклоном или экологическое образование, оно дает огромное преимущество людям, которые владели этим знанием, да, в их любой повседневной жизни. Биологом ты можешь и не быть, да, но курс биологии освоить ты обязан. То есть это важный аспект, который позволит в том числе сохранить и свои деньги, и свои ресурсы, и свое здоровье, и все остальное в будущем. В том числе не попасться вот в такие спекулятивные какие-то ловушки, которые все время, все время, все время расставляют людям для того, чтобы подчинить какой-то воле других людей. И ведь обидно за людей, да и за себя. Обидно, когда тоже иногда думаешь, Господи, действительно, как это так? Вот про пакеты, про те же, да. А потом понимаешь, если копнуть глубже, что оказывается, что вот эта вот вся акция экологическая, все эти деятели экологические, которые тут очень переживают за рыбок, там еще за кого-то, они, оказывается, проплачены, это, собственно, конкурентами, которые производят просто другую продукцию, те же бумажные пакеты, да, которые наносят вред. Приводится тоже очень серьезный. Производство само. Да, да, совершенно верно. И в том же органическом земледелии, там, зеленом сельском хозяйстве, или вот тут тоже появляются всевозможные одиозные такие люди и какие-то продукты, когда там, ну, продается какой-то продукт, который можно использовать как удобрение, да, и он там в 15 раз дороже, чем аналогичный продукт, который там не позиционируется как удобрение. Но по составу примерно то же самое. И вот людям накручивают, что вот вы это должны покупать, потому что это прям так очень хорошо, потому что это вот принесет здоровье вашей почве, потому что вы не получаете эти удобрения минеральные. Это ужас, ужас, ужас. Вот это то, что вы купите, это супер-супер-супер, это вот очень такое экологично, это вы такие молодцы будете. Если вы будете это покупать, слушайте, так если вы же посчитаете, сколько будет стоить ваш огурец и помидор, это раз, а два, вы посчитаете, там с Тихого океана везли какие-то водоросли, подвергали их глубокой переработке, и вот если этим побрызгать, то у вас там прям помидоров сразу нарастет. Так вы же подумайте немножко, чтобы собрать эти водоросли, чтобы привезти их, чтобы их переработать. Это сколько надо энергии, это сколько надо ресурсов на это все затратить. И это называется органическим продуктом, или это называется каким-то продуктом для бережного земледелия. Но это никакого отношения к этому бережному земледелию не имеет. Это имеет отношение к желанию достать из вашего кошелька деньги, чтобы вы их потратили на то, что вам абсолютно не нужно. Но то биолог на это смотрит и видит, это же белыми нитками шитами. Ну, белыми нитками. А человек, который где-то там не так хорошо биологию изучал в школе, или там не самообразовывался, он пойдет и купит, и вот вам прямой ущерб. Но это законно. Ну, тебе сказали, покупай, ты имеешь абсолютную свободу воли покупать или не покупать. Но если ты хорошо биологию учил, ты уже не купишь никогда, потому что ты уже все понимаешь. Ценность образования биологическая. Ну, вы понимаете, как вы можете рушить целую рекламную кампанию вот одним? Дорогие рекламные кампании. На самом деле, выстроить дорогую рекламную кампанию стоит очень дорого. И разрушить ее тоже стоит очень дорого. А я всего лишь просто делюсь своим мнением. Я просто говорю. Поэтому вряд ли я могу прям целую рекламную кампанию разрушить. Но какая-то доля населения, здравомыслящая, которая прислушивается, которая способна как бы услышать вот этот посыл, что рационально, рационально пользуетесь своими деньгами. Подумайте немножечко, чуть-чуть глубже, чуть-чуть глубже, чем то, что вам просто дают на поверхности, для того, чтобы выманить из вас какие-то деньги. Они, конечно, раскрывают глаза и говорят, да, действительно, о боже, а как же мы это раньше не видели, не знали, не понимали. Но это не так много людей для того, чтобы рушить большие рекламные кампании, где нужны и большие ресурсы. Но у меня нету задачи, да, там, рушить рекламные кампании. Я понимаю, но при желании это... Общими усилиями, да, с развитием образования, образованности людей, эти рекламные кампании, такие спекулятивные, они возникать не будут. Или будут возникать иначе, да, то есть они тоже будут адаптироваться под образованность населения, уже какие-то другие струнки будут дергать. Но главное, чтобы все это было гармонично, чтобы это не уходило в область такого массового зомбирования населения. В отношении, там, будь то продукты, которые в магазине продаются, там, для земледелия, ну, если говорить о том, что мне близко, или будь то какие-то, там, не знаю, политические технологии, или какие-то еще. Важно просто иметь хотя бы, ну, какой-то противовес тому влиянию, которое оказывает вот этот зомби-маркетинг на умы людей. Это очень важно. В том числе и экологический, когда спекулируется экологическая тематика. Беда-то в чем? Что именно да, в вопросах экологии спекуляций, как выясняется, гораздо больше, зачастую, чем в других вообще сферах жизни человека. Потому что, ну, играют на святом. И торгуют святым потом. Конечно, здоровьем, будущим детей, вот такими словами начинают бросать. И, конечно, люди начинают поддаваться на все эти громкие крики. Ну, к сожалению, всегда громкий голос, всегда слышится сильнее, чем тихий. Но это всегда, всегда и везде так было. Но то просто этому тихому голосу тоже надо немножко повышать. А голос разума, он каким должен быть? Внутренним. Понимаете, голос разума должен быть внутренний. И здесь надо, чтобы он заговорил. Надо его научить говорить. Потому что сам по себе он не заговорит, как ребенок. Он должен учиться говорить. Точно так же и внутренний голос разума. Его тоже надо обучить говорить. И надо обучить его слышать, этот внутренний голос разума. И в таком случае, конечно, человек будет жить гораздо более гармонично и гораздо более свободно от тех влияний, которые оказываются на него. И он даже их не замечает. Спасибо вам большое продолжать свою работу. Спасибо. Мы вдохновлены оценкой, мы вдохновлены премией, которые получили от президента. Мы вдохновлены тем позитивным отзывом, который имеем от общественности по поводу нашей деятельности. И спасибо огромное, что и вы вносите вот этот свой вклад в популяризацию нашей деятельности тоже. Она на пользу всем нам. Поэтому, простите, теперь это уже наше общее дело. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok